Уходящий год обернулся для россиян стрессом. Все вдруг резко призадумались о пенсии. До 1 января всем тем, кто моложе 48 лет, нужно определиться, как распорядиться накопительной частью пенсии. Оставить ее только в страховой форме в Пенсионном фонде России или перевести в негосударственные пенсионные фонды. Накопительную часть отчислений у нас работодатель производил в размере 6% 2002 по 2013 год включительно. В 2014 год, в 2015 год, и президент уже подписал закон, продлил это на 2016 год, у нас полный тариф страхового взноса направляется на финансирование на страховой части. При этом молчуны, кто не определился, как быть накопительной частью за прошедшие годы, могут просто прогореть. Особенно проиграют те, у кого были большие взносы и сформирована довольно увесистая накопительная часть. Сейчас стоит вопрос именно по выбору тарифа страхового взноса. То есть граждане у нас, кто уже выбрал частную управляющую компанию, либо не государственные пенсионные фонды, у них по умолчанию 6% тарифа страхового взноса остается. То есть после того, как президент подпишет закон и возобновит отчисление на накопительную часть, у данной категории отчисление продолжится. Кстати, если раньше выбрать страховщика могли раз в год, теперь это можно будет сделать раз в 5 лет. Заявление необходимо написать до конца этого года. Пенсионный фонд России осмотрит это заявление и переведет средства тому страховщику, куда вы пожелаете, только через 5 лет. Если они не напишут никаких заявлений, то у них тогда тариф страхового взноса больше никогда отформироваться на накопительную часть не будет. Вложиться в недвижимость рекомендуют тоже до конца уходящего года. С января начинает действовать иной порядок налоговых вычетов на дома, квартиры, дачи и гаражи. Продать недвижимость без уплаты НДФЛ можно будет только через 5 лет, а не через 3 года, как сейчас. Еще одно изменение, которое осложнит перепродажу жилья. С января налог на доходы от продажи квартиры будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. И теперь схитрить и указать в договоре купли-продажи до миллиона рублей, когда НДФЛ не взимался, окажется просто невозможным. Правда, эксперты успокаивают. Порядка 15% на рынке это инвесторы. И они, соответственно, иногда предлагают квартиры еще до момента ввода сдачи в эксплуатацию. И налоги, конечно же, проходят мимо, как говорится, кассы. И, соответственно, наши жители, которые покупают квартиру, поверьте по нашей статистике, это действительно делается раз в 5 лет, раз в 10 лет. То есть нет такого большого объема, из-за которого бы нам надо переживать. Сразу три новшества ожидают автолюбителей. С 1 января вступает в силу закон о скидках на штрафы. Те водители, которые успеют погасить штраф за 20 дней, оплатят только его половину. Правда, эта скидка не действует при грубых нарушениях ПДД. А вот любителям тонировки жизнь, скорее всего, усложнят. С января штраф за нее может вырасти в три раза. В Госдуме рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за тонировку. В итоге штраф может вырасти с нынешних 500 рублей до 1500, а за повторное нарушение придется отдать уже 5000 рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. Заветной корочкой могут распрощаться и должники. С 15 января вступает в силу закон о лишении прав за долги. Если у водителя есть задолженность на сумму более 10 тысяч рублей, приставы могут временно лишить его прав на управление транспортом. Правда, такое решение сначала должен вынести суд. Раскошелиться придется и за просрочку за коммуналку. Копить долги станет просто невыгодно. Так уже с января пени будут рассчитываться с 31 дня просрочки в размере 1,3 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день долга. А с 91 дня она вырастет до 1,130 ставки. В общем, у россиян в запасе будет только месяц. Так что готовиться к изменениям нужно уже сегодня и морально, и главное материально. Александр Ефанов, Владимир Семенов. Наше время.